Смотрите, вот эта идея о том, что с близким человеком в отношениях у меня должно быть счастье, он не должен меня раздражать, это и есть тот яд, который кусает за сердце каждого человека, не только вас, и меня, и всех остальных. Этот яд, он самый разрушительный по своей природе, он всегда человека делает одиноким. Но есть исключение. Если человек всё-таки имеет силы внутри сказать себе, не обращая внимания на эту мечту и оставаясь с тем, кого Бог тебе дал, тогда в жизнь этого человека приходят награды и счастье. Понимаете, все виды ядов, которые связаны с мечтой, самые разрушительные. Когда мотыльок летит на свет, он точно в такой же мечте находится. И мотыльки в основном погибают от того, что обжигают все крылья. Когда рыбка хватает червячка, она тоже находится в такой же мечте и не замечает, как колет ей крючок. И она оказывается наружу. Точно так же оленя убивают с помощью мелодии хорошей, потому что ему нравится мечта, его находятся в слухе. У человека мечта находится в личной жизни. Именно там находится яд, который разрушает жизнь. Представьте, вы жили, у вас семья, есть дети, и тут появляется мечта. «Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась и глаз. Белагея моя!» У тебя уже семья, есть жена, двое детей. Олег Геннадьевич, поймите, я вам реальную историю рассказываю. Поймите, я в прошлой жизни с этим человеком был и в позапрошлой, и в позапозапрошлой. Мы с ним вечно связаны с судьбой. А с этой женой, со своей, с детьми я только одну жизнь связан. Да кого мне выбирать? Представляете, вот эта мечта, какую она создает систему, что любая философия под нее подстраивается сразу. Хоть ты много жизни живешь, хоть немного, не имеет значения. Если человек получил вот этот вот нектар, что за нектар, давайте послушаем песню. Нектар, вот этот вот нектар, разрушающий жизнь. Я потом о нем вам еще расскажу побольше, потому что он всегда разрушает жизнь. Всегда. Этот нектар всегда разрушает жизнь. Никогда не бывает так, чтобы человек был вовлечен в этот нектар очень сильно, и при этом сохранил семью. А вот когда человек влюбляется, и при этом успокаивает этот нектар, и начинает принимать человека, заботиться о нем, служить ему, и перестает жить в мечте. Это возможно, и это хорошо. Но так бывает редко. В основном, когда человек сильно влюбляется, он своей любовью мучает человека, и тот от него уходит. А вот теперь слушайте, это правда. Нет, все нормально. Любовь — это хорошо, влюбленность — это хорошо. Но нужно себя контролировать. Давайте проведем небольшой опрос. Поднимите руку, кто из вас попал в такую интересную ситуацию. Вас кто-то очень сильно полюбил, и это вас так сильно раздражало, что вам пришлось этого человека бросить. Замечательно. А вот теперь давайте другой, более серьезный вопрос зададим. А у кого есть такой случай, что вот человек вас очень сильно любит, безумно любит, но вы его не бросили? Замечательно. Женщина, вам микрофон. Конечно. А почему? Мы хотим сейчас узнать ваш опыт. Нет, вот на третьем. Ну, хорошо. Сначала вам, да. Нет, нет, сначала вам. Давайте нормально, вы садитесь. Я вам уже 16 лет, с моим супругом. 16 лет назад она меня очень сильно полюбила. Вот как девушка, говорю, раздражала. Внимательно слушайте сейчас, пожалуйста. Откуда-то вот, не знаю, пришла хорошая мысль здравая, что это с теми человеком хорошая семья будет. Видите, она какой применила метод? Наверное, это была хитрость. Я подумала, что можно будет вести себя... Это не хитрость. Это очень сильное благочестие. Это признак сильного здравого смысла. Вы пытаетесь понять, мои хорошие, что так сильно любить можно только Бога. Вот так сильно любить можно только Бога. Вот такую мечту надо к нему испытывать. Но если мы к человеку начинаем эту мечту испытывать, тогда он не выдерживает нагрузки просто. Нагрузки не выдерживает. Понимаете? Когда бывает иногда лест, лекция заканчивается, кто-то идет на сцену, а кто-то бежит на сцену и кричит, Олег Геннадий Вич! И в этот момент, когда я вижу этого человека, он бежит на меня. У него искреннее чувство совершенно. У меня ноги подкашиваются начинают. Я чувствую себя очень плохо, у меня нет сил. Человек подбегает и говорит, можно я до вас дотронулась? Мне еще тяжелее стало. Знаете, в чем причина? Что мы часто людей путаем с Богом. В этом причине. Когда человек влюбляется, он также обожествляет человека. Когда человек слушает знания от кого-то, он тоже обожествляет. И в это время это отношение создает трудность, если не проявить здравый смысл. Надо все отдавать Богу. Вот, допустим, тебя кто-то полюбил. Надо понять, что это Бог так захотел. И это не мое дело. Вот меня человек сильно полюбил. Я все это вытерплю. Понимаете? Вот сейчас, спасибо вам, садитесь. Сейчас я продолжу разговор этот с другим человеком. Вот смотрите. У меня есть один случай. Один молодой человек очень сильно полюбил девушку. Вот. Она ему отказала. Не захотелось с ним строить отношения. И в это время я узнаю, что его тоже очень сильно полюбила девушка, этого молодого человека. Вот точно так же, такой же сильной любовью его полюбила она, девушка, другая. Я, для меня это все младше, и я общаюсь с этой девушкой, говорю, ну давай попробуем, его спросим, попытаемся, ну как бы, понять, как он настроен. И он говорит, да, это хорошая девушка. Все нормально. Он говорит, теперь слушайте меня. Это хороший человек. Но, Олег Геннадьевич, я хочу так сильно полюбить сам. Чувствуете, нет? Осечку. Осечка в чем заключается? В том, что этот человек, как мотылёк, летит на огонь. Возможности создать семью в таком настроении нет. Потому что, если ты хочешь кого-то сильно полюбить, это значит, что этот человек всегда будет разрушать твою жизнь. За редким-редким исключением, как вот такого мудрого человека, как эта женщина, строить очень сложно. Но, видите, у нас много-много людей подняло руки и сказали, меня полюбили, и я не смог. И чуть-чуть, несколько человек подняло руки, меня полюбили, и я смог. Вот такие несколько человек. Встречаются очень редко. На них рассчитывать не стоит. Жизнь. Не стоит. Поэтому есть только один способ, мои хорошие, создать семью. Теперь вдохните и выдохните глубоко. Этот способ означает, что вас сильно полюбили, и вы стерпели этого человека. Вот он, этот способ. Этот способ очень трудный для принятия, потому что меня обычно любит человек хуже, чем я сильно. Не такой крутой, как мне бы хотелось. Он хуже, чем я, и он сильно меня любит. А я хочу сам или сама полюбить того, кто лучше меня. Вот это и есть засада. Нехорошая. Из этой засады вырваться невозможно. Анна Герман спела вам эту песню об этой засаде. Дурманом сладким веевом от слова твоего. Запомните эту песню. Единственный нормальный способ создать крепкую семью, это то, сделать то же самое, что сделает женщина. И я вам говорю точно, что этот способ означает всегда одно и то же. Пожертвовать своей мечтой ради другого человека. Именно пожертвовать своей мечтой. Потому что желание влюбиться у всех есть. У каждого человека в этом мире. Но не каждый готов дать возможность любить себя.